МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот лишь некоторые темы выпуска. В армобиле прошел зональный третий этап фестиваля уличных танцев в современный формат. За соревнованиями наблюдала Наталья Замора. Посиделки с шутками, песнями да делами. Как жили наши предки, детям рассказали в Краевеческом музее города. Подробнее Дарья Топчева. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в понедельник, 21 октября, в рамках рабочей поездки побывал в Армавире. Глава региона посетил несколько социальных объектов, а также совхоз декоративной культуры. Более подробно о визите материал Светланы Лошенко. Своё пребывание в городе губернатор Кубани начал с посещения детского сада номер 18 Непоседы. Дошкольное учреждение открылось в Северном микрорайоне всего месяц назад. На приобретение здания у инвестора из краевого бюджета было выделено более 200 миллионов рублей. В сопровождении первого вице-губернатора Джамблата Хатуова, министра образования Натальи Наумовой и главы Армавира Андрея Харченко губернатор прошёл по детскому саду. Родители счастливы, да? Родители очень счастливы. Похудшим нам в таких детских садах. Александр Ковальевич, сейчас работаем по новому подходу. Прежде чем строитель заходит с отделкой, работает в каждой групповой дизайнер. Дизайнер даёт предложение, уже по этому дизайну отрабатывают строители. Таким образом, у каждой группы есть своё цветовое решение. В здании, площадью более 4000 квадратных метров, разместилось 15 групп, в которых воспитывается 280 малышей. А в перспективе детсад сможет принимать более 300 ребят. Малышей учат работать с глиной, есть гончарный кружок. В специальной детской мини-кухне детвора постигают основы кулинарного искусства, готовят бутерброды. Отметил глава края и компьютерный класс, укомплектованный новейшей техникой. Раньше интерактивные доски теперь уже, да? Интерактивные столы. Самое главное, что это доступно, это представление. Дети уже сами, да? Да, 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 сами занимаются. Вообще, я такого не видел. Не обошли вниманием и кабинет кубановедения, где собраны старинные предметы быта кубанцев. Детсад также приобрёл пищеблок, оснащённый самым современным европейским оборудованием, который позволяет готовить пищу для детей, имеющих аллергии. Имеются музыкальные и спортивные залы, кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, экологическая комната. Оборудован медицинский блок. После детского сада губернатор побывал в Армавирском совхозе декоративные культуры. Более 35 лет здесь успешно выращивают саженцы, хвойных и лиственных деревьев. Генеральный директор предприятия Сергей Костюк с гордостью рассказал о том, что саженцы совхоза по качеству ничуть не уступают европейским. Когда мы были в Москве на выставке в прошлом году, на международной, два года подряд привозим гран-при. Это очень большие выставки. Более 600 участников из 25 стран мира. В этом году мы самый большой приз привезли. Армавиру был награжден специальным призом. Выставки во всех номинациях. Это и хвойные растения, и стриженные растения, и кустарники, и ландшафтный дизайн. Вот 7 номинаций были, во всех номинациях мы взяли первые места. Но я хочу сказать о другом. На выставке к нам подошла московская фирма, которая занимается озеленением. Они выиграли конкурс по озеленению. И получили немецкие саженцы, немецкие деревья и посадили. И он сказал, мы брали у вас в Армавире, погибло из 200 всего 7 штук, не прижилось. А немецких практически 80% они не адаптированы. Благодаря уникальным агротехнологиям растения, выращенные на Кубани, приживаются в самом суровом климате. Даже на Сахалине растут. Далее по плану стояло посещение городского совета ветеранов. Здесь губернатора встретил председатель организации Николай Скрипкин. Ветераны рассказали главе края, что сегодня численность совета увеличилась до 31 тысячи человек. Всего же в городе действует около 150 первичных ветеранских организаций. Александр Ткачев отметил, что необходимо во всех муниципальных образованиях иметь действующие ветеранские организации. Последние 10-15 лет в крае достаточно успешно ведет программа по поддержке наших ветеранских организаций. И, конечно, мы предусматриваем, чтобы поддерживать финансовую и материальную часть, и зарплату, и возможности перемещаться, помогать ветеранам. Я хочу, чтобы во всех муниципальных образованиях были действующие ветеранские организации. Они были активные, и они помогали власти. У нас уже этот уровень отношений между властью, ветеранскими организациями, общественными организациями. Вы знаете, так же у нас и с казачеством мы поставили все на такую, знаете, государственную основу. И я очень рад, что и главы муниципалитетов, и, в частности, и Андрей Юрьевич, и все являются такими, знаете, толковыми руководителями, которые считают свои приоритетные задачи взаимодействовать с ветеранской организацией. У армавирских ветеранов есть своя страничка на сайте администрации города. Совет выпускает газету. А в распоряжении городской организации собственное помещение, в котором оборудован актовый зал и библиотека. Николай Скрипкин отметил, что благодаря краевым и городским программам ветеранские организации обеспечены всем необходимым. Надо сказать, что на встрече губернатор поинтересовался и здоровьем ветерана войны Петра Животовского и остался доволен ответом. Светлана Волошенко, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. В Армавире продолжается роза Скоптовой Оксаны Николаевны, 1975 года рождения. Напомним, 19 сентября текущего года около 8 часов утра. Женщина ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Ее приметы. На вид 38-40 лет, рост 150-160 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное европейского типа. Нос прямой, глаза серые, волосы прямые, темно-русые. Особые приметы. Послеоперационный шрам на животе. В связи с тем, что доследственная проверка не дала результатов, 7 октября было возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Прокуратура города признана законным и обоснованным постановление Армавирского следственного отдела Следственного комитета России по факту безвестного исчезновения Оксаны Оптовой. Хотелось обратиться к гражданам города, кому либо известно обстоятельства совершения преступления в отношении Аптовой, ее местонахождение, обратиться в следственный отдел по городу Армавиру, по адресу города Армавир, улица Энгельса, 117, либо в прокуратуру города Армавира в кабинет номер 8. 19 июля прошлого года в следственный отдел по городу Армавиру из Каир по краю поступило сообщение от молодой девушки о том, что ее изнасиловали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что 33-летний мужчина силой затащил к себе в машину знакомую ему девушку и вывез в безлюдное место. В сопротивление не были приняты во внимание, демонстрируя электрошокер, высказывая в адрес девушки угрозы, сломышленник все же получил свое. Однако за такие поступки все же приходится платить. В июле 2013 года Армавирским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Армавира, гражданина Российской Федерации, по факту совершения изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера также в отношении жительницы города Армавира. Данный гражданин приговорен Армавирским городским судом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Танцуй пока молодой, танцуй везде, на улицах, в школах, развлекательных клубах. Зональный третий этап фестиваля уличных танцев современный формат прошел в Армавире. Ребята съехались из 8 районов, чтобы продемонстрировать свое авторское мастерство, за которым наблюдала и наша съемочная группа. Более 50 активных мальчишек и девчонок со своими оригинальными взглядами и интересами приехали в Армавир из разных районов. Они – мастера уличных танцев популярного клубного направления, относящегося к хип-хоп-культуре. В этот раз рабочей площадкой стал спортивный воздухоопорный комплекс. Собрались танцоры на зональный третий этап фестиваля уличных танцев в современный формат. Данное мероприятие рассчитано на новичков, на молодежь, которые это интересно, которые это завлекает, завораживает для их творческого развития, для потенциала, и для того, чтобы мы, более старшее поколение, хоть и не намного, уже понимали, что да как, чему и где наши таланты, чтобы они не зарывали себя в глубинках нашего края. И департамент молодежной политики все будет для этого делать, для того, чтобы вводить наш край на более высокий уровень, а как минимум на всероссийский. Соревнования устраиваются впервые. Стартовали они в День молодежи России 29 июня. Фестиваль «Современный формат» проходит в шесть туров по трём номинациям – соло, дуэт и команда. Танцуя, ребята полностью отдавались своему делу, и под современные молодежные хип-хоп-хиты закружились в вихре танца. В фестивале уличных танцев участие принимали и армавирцы. Николай Строй, исполнитель дав степ-хореографии, на площадку вышел с травмой. Накануне парень попал в аварию и очень сильно ушиб ногу, но желание участвовать в соревнованиях и посмотреть на своих коллег стало сильнее физической боли. И у Николая всё получилось. Сегодня утром я проснулся, проверил ногу, болит, послушал любимую музыку, вспомнил, что мне говорит мой лучший друг Александр Пивоварский, он мой лучший друг, он тоже танцор. Я сказал, я смогу, я должен это сделать. Я встал, я сделал. Было тяжело на самом деле, очень тяжело. Если вы видели, у меня было лицо, я даже не улыбался на самом деле. Но это мне просто не помогло, это мне не помешало просто выступить, потому что меня поддерживали мои друзья, близкие, родные. Впереди у ребят еще три этапа соревнований. Пройдут они в Белореченском районе, Анапе и Краснодаре. Итоги фестиваля будут подведены им в конце года, в декабре. Тогда в краевой столице определяют финалистов и наградят их грамотами, медалями и ценными подарками. Наталья Замура, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. У наших предков дело спорилось всегда с песнями и общением. Так осенью, после того, как был собран последний урожай, устраивались посиделки, на которых большие компании, дружное весело, часа релеон, пряли, ткали, холст. Сотрудники краеведческого музея решили погрузить в атмосферу старины армавирских школьников. Что из этого вышло, смотрите в сюжете Дарьи Топчевой. Теперь в редкой деревне проходят такие встречи. А еще несколько столетий назад с Покрова повсеместно начинались регулярные посиделки. Малые, средние и большие, в зависимости от возраста участников. Как раз после 14 октября, когда заканчивались все сельскохозяйственные работы, начинались посиделки. Но для того, чтобы переделать все дела и в новую семью войти как хорошая хозяйка, нужно было изготовить замечательную куклу, которая называется Филипповка. Прежде чем приступить к делу, участники посиделок общались, пели песни. Школьникам организатор встречи Марина Баздырева предложила также отгадывать загадки. Неправильно ответившим пришлось потешить участников посиделок, прокукарекать. Кукареку, кукареку, кукареку. Развлекать школьников никто не стал. Им и так было весело. Сами спели, сами и подыграли себе. На этой посиделке чесать лен или прясть ребята не стали. Им предстояло изготовить куклу. Раньше они играли большую роль в жизни наших предков. Каждая имела свой особый смысл и предназначение. Так, накануне праздника Филиппова дня, мастерилась кукла Филипповка. Мочала нитки, лоскутки ткани, плоть и кровь будущей помощницы каждой хозяйки. Это заготовка только двух рук куклы. У нашей Филипповки таких будет целых три. Итого шесть рук. Чтобы все успевать по дому, заниматься хозяйством и детьми. Также считалось, что Филипповка оберегает женские руки от усталости и травм. Приносит в дом благополучие. Здесь еще есть вот такой вот мешочек. И там лежит монетка вместе с зернышками. Еще у нее здесь есть крест. То есть это кукла оберег еще. Куклу держали в доме ровно год, а после сжигали. Ребята с таким исходом не согласились. И возможно у современных Филипповок, сделанных руками детей, жизнь будет дольше. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Армавир хорошает с каждым днем. Постоянно на улицах, скверах и парках появляется что-то новое, что радует глаз не только горожан и гостей муниципалитета. Не стало исключением городской парк культуры отдыха. Здесь появились новые забавные фигурки из дерева. Это и любимая всеми детьми Маша из мультфильма «Маша и медведь». Она гордо возвышается на пеньке, за которым прячется заяц с морковкой. Невдалеке уютно устроился хомяк с кукурузой. Особенно порадует как взрослых, так и детей необычный торт, а вернее его необычное украшение – обнявшиеся кот и кошка. Надпись на композиции очень выразительна. Любовь спасет мир. Новые обитатели городского парка культуры отдыха, безусловно, стали настоящим украшением этого столь любимого армавирцами уголка отдыха. Армавирские студенты на несколько часов погрузились в атмосферу настоящего туристического похода. Его для юношей и девушек комплексный центр обслуживания подростков и молодежи организовал в роще, рядом с городским водохранилищем. Подробнее в следующем материале выпуска. Ставить палатки не научат на парах, да и каши с тушенкой на костре в аудитории не сварить. Почувствовать себя туристом, пусть даже и на несколько часов, была возможность у студентов, приехавших в рощу рядом с городским водохранилищем. Здесь их разделили на четыре команды и предложили выполнить несколько заданий. Мы с командой участвовали в игре «Минное поле», также в «Путанице». Нам все очень понравилось. Наша группа участвовала в этом мероприятии впервые. И мне кажется, у нас появился командный дух. Чтобы успешно выполнить задания, командам необходимо было действовать сообща. Туристическая полоса, «Минное поле», «Путаница». Эти игры направлены на сплочение коллектива, без которого в походе не обойтись. Создаем, пытаемся, обстановку полностью туристическую. Все, чтобы молодежь приобщалась к здоровому образу жизни. Главное, к туризму. Всех приглашаем, к кому это не безразлично. Кто хочет участвовать в наших туристических слетах, ходить с нами в походы. Приглашаем к нам в комплексный центр социально-услуживания поездков молодежи на Шмидта-132. В конце слета были подведены итоги. Команда-победительница получила грамоту и сладкий приз. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Наш город присоединится к всероссийскому марафону «Спортивный лонг-клуб» в Сочи-2014. В стране акция, приуроченная к проведению Олимпийских игр, стартовала еще 1 сентября. А уже 22 октября пришла в «Армавир». По условиям марафона в 14.00 участники должны были выбрать одну из форм двигательной активности и реализовывать ее в течение 20 минут. Так армавирские школьники и студенты бежали, ехали на велосипедах и самокатах, набирая километры. Смысл набежать километры, для того, чтобы можно было обогнуть экватор нашей земли, поддержку Олимпийского движения. Воспитанники армавирского клуба «Карате Барс» приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Ростовской области по карате ВКФ. На минувших соревнованиях наши спортсмены показали очень хорошие результаты. Так, в программе «Ката» первое место завоевал Даниил Тугалуков. Командных «Ката» в разных возрастных группах вторыми стали Даниил Лощенов, Александр Саврасов, Леон Гоубев. Третьими – Виталий Белилов, Виктор Гурин, Сурен Будагян. Личных «Ката» серебро также у Сурена. Он же, но уже в программе «Кумите» стал третьим. Вторые места у Виктора Гурина, Романа Найденова, Владимира Кагяна и третье у Германа Кирста. В Краснодаре подвели итоги первенства края по групповым упражнениям и турнир о памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани Нианила Александровна Нечоса. Армавирские гимнастки успешно выступили в обоих соревнованиях. На первенстве Краснодарского края в первом взрослом разряде наши спортсменки завоевали бронзу. Такой же результат армавирки показали в программе кандидатов в мастера спорта в многоборье по групповым упражнениям. Золото удалось получить в финале программы КМС в упражнениях с пятью обручами. Несколько хуже. В результате выступления с пятью парами булав, сребро, почетного второго места также удостованы воспитанницы Армавирская ДСШ номер один. На краевом турнире памяти Нианилы Нечоса в третьем взрослом разряде в групповых упражнениях. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv, а также в наших группах в социальных сетях. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. В студии была Марина Бартинева. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином модной одежды «Новый стиль». Торговый дом «Вилсон», второй этаж.